Происшествие случилось около пяти часов вечера. Молодой человек, владелец иномарки «Мазда-3», рассказывает, как все произошло. Продавал машину, подошли, как покупатели, два человека, сели в машину, посмотрели, предложили проехаться, сели, проехались, завезли на улицу меня. Один вышел, вернулся с автоматом, передернул затвор, сказал, бежи. Ну, я отошел, они сели и уехали. Молодой человек набрал номер полиции, дальше был объявлен план перехвата. Ориентировку получили патрульные экипажи полиции. В течение часа по горячим следам угонщиков задержали в районе Баварии. Действиями своих коллег, уверяет начальник харьковских полицейских Евгений Мельник, остался доволен. В 17.25 инспектора патрульной службы обнаружили данный автомобиль, и в 17.35 задержали автомобиль и задержали нападавших и тех людей, которые угнали данные транспортные средства. Как рассказал начальник Октябрьского отделения полиции Сергей Мелишев, правонарушителями оказались 30-летний харьковчанин и 27-летний уроженец Одесской области, ранее судимый. При обыске в личных вещах у молодых людей обнаружили боеприпасы и два автомата Калашникова. Открыто два уголовных производства. Одно по статье, части 3 статьи 289 Уголовного кодекса Украины. Это незаконное завладение транспортными средствами. И второе по части 1 статьи 263, это незаконное обращение с оружием и боеприпасом. Следственные действия в процессе. Угонщики сейчас находятся под стражей. Если их вина будет доказана, им грозит тюремное заключение сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Наталья Белокудря, Агентство телевидения Новости.